Здравствуйте! Вы смотрите программу «Загородные премудрости». Я ведущий Сергей Новиков. Конечно же, каждый владелец дачного участка хочет, чтобы его продукция и фрукты и овощи были не только вкусными, но и экологически чистыми для того, чтобы и самим потреблять, и детей своих угощать. Поэтому именно сегодня мы находимся в Московском центре природного земледелия, а общаемся со специалистом в области экологического земледелия Анной Аскольдовной. Здравствуйте, Анна Аскольдовна! Здравствуйте, Сергей! Мы сегодня к вам не случайно приехали. Вы должны ответить на все интересующие нас вопросы по поводу того, как сделать продукцию с участка вкусной, полезной и экологически чистой. Поможете? Отлично! Вообще, с чего начинается экологическое земледелие? В чем его основа? Экологическое земледелие в первую очередь начинается с земли. Не зря мудрость говорит, что здоровье хозяина – здоровье его земли. Поэтому зачастую задают вопросы. Вот у меня на огороде перестало что-то расти. Зачастую дачники вообще забывают о том, что нужно кормить землю. Ну почему же? Очень многие сейчас приобретают чернозем, прямо на участке машинами завозят и почему-то опять не растет. Докучаев говорил, что самое ценное богатство России – это чернозем. Но за счет того, что люди копают свои участки, перекапывают, а то и дважды в год, а то и чаще, соответственно, этот чернозем разрушается. Понимаете, в природе создание слоя чернозема уходит очень много времени. Мы люди умные, мудрые, и, соответственно, мы можем направлять эти процессы с помощью микробиологических препаратов. Хорошо. Но прежде чем мы добавим эти микробиологические препараты, Анна Скольдоновна, мне хотелось бы поговорить. Вот можно ли по внешнему виду, трогая вот что-то из того, что у нас имеется, определить, земля эта плодородная или нет? Подходит она для выращивания растений или нет? Конечно. Ну-ка не прячьте все. Вот что у нас, допустим, в этом? Вот эта земля совершенно не плодородная. То есть она может быть и плодородная, но она не годится для выращивания растений. Вот по каким признакам вы определяете? Ну, во-первых, она рассыпается. Видите? Пылеватая такая. Пыль, вот грязные руки, да? Вот эта земля плодородная, вот у меня чистая рука, это по сравнению, да? Вот скатывается, влага емкая, крупинистая земля. То есть здесь будет достаточно влаги. Во-первых, чернозем, один грамм чернозема может удержать до 10 литров воды. Вот так вот. Поэтому, а эта земля, она не удержит воду. В нее нужно налить такое количество воды. Вот я делала опыт на своем участке. Теплица, когда после зимы, вымершая земля, да, ну, промороженная, вот так правильнее сказать. То есть зимой не удавалось съездить, накидать туда снега. И весной, значит, теплица 3 на 6. У меня ушло 6 часов времени и больше 10 кубов воды на то, чтобы... Напитать. Чтобы она только начала впитывать воду. Понимаете? Перед тем, как что-либо посадить, то есть в такую землю посадить ничего невозможно. А вот вы знаете, мне кажется, что чаще всего такую землю мы можем приобрести в обычном магазине для рассады. Да, мы так и сделали. Вот купили пакет земли. В такую землю мы свои растения не сажаем. Мы их слишком любим, поэтому мы готовим землю специально из некоторых компонентов, для того, чтобы она была вот такая плодородная. Понимаете, у меня муж говорит, сам бы ел, растениям надо. Вот для того, чтобы грунт из такой вот полеватой структуры, да, влагонедержащей превратился в тот, который будет вкусным для овощей и для любой дачной продукции, что туда нужно добавить? Вот по-вашему? Ну, во-первых, Подмосковье и наша Россия вообще находятся в зоне рискованного земледелия, и грунты у нас у всех разные. В связи с этим рекомендовать конкретно, да, вот в традиционных книгах написано, если у вас глинистая почва, насыпьте туда песка. Но если вы делали такой опыт в пятом классе при начальном обучении биологии, да, то песок сквозь глину проходит очень быстро. И он постепенно уезжает вниз. Оседает вниз, а глина остается сверху, не структурированной. Давайте зададим структуру, ну-ка показывайте, что у нас может быть в качестве этого элемента. Значит, у нас тут много разных компонентов, но будем исходить не из экзотики, которую вот сейчас мы показываем. Это кокосовая субстанция, шикарно работает во всех слоях нашей земли, то есть и на глине, и на песке, и на суглинках. Что мы, вермикулит, это минеральные отходы сланцевого производства. То есть это наши северные, в Мурманске, там, где сланцы добывают. Это природное вещество. Это природное вещество, это минералы, это кристаллическое вещество, поэтому оно задерживает влагу. Самое главное его свойство и преимущество, мало того, что он задерживает влагу, но и отдает ее растениям. Но и отдавая эту влагу растениям, соответственно, вода – это же растворитель, поэтому все минералы постепенно к растениям идут. Это первое. Но еще самое такое замеченное свойство вермикулита – это особенно для рассады очень важно, что присутствие вермикулита в почве не дает развиваться черной ножке. Это бактериальная инфекция, которая губит, косит, можно сказать, рассаду наших дачников. Такие наполнители для грунта, будь то кокосовый или же вермикулит, это вещества, которые необходимо внести на грядку или в домашних условиях, не знаю, в цветочный горшок. И в цветочный горшок. Это без разницы. Это без разницы. Если вы хотите, чтобы ваши растения дома выглядели красиво, чтобы они не страдали, чтобы вам не приходилось часто и много уделять им внимания, соответственно, вот грунт, земля, в которой они растут, соответственно, нужно на это обращать внимание. Очень часто именно комнатное цветоводство страдает чем? Тем, что мы так любим свои растения, что мы их слишком часто поливаем. И они от этого тоже страдают. То есть вермикулит, перлит, кокос, гидрогель – это все вещества, регулирующие водные потоки. Вопрос прямой. Сколько вешать в граммах? Вот из такого брикета полкило здесь, да, у нас получается 7-литровое ведро. Вот этого вещества. И вот это вещество, по-вашему… Это кокос мелкий, он структурирует почву. Это кокос крупный, вот из него получилось, вот из такого, почти 10, да, полкилограммового брикета, почти 10 литров. Вот такой массы. Но эта масса, я так понимаю, нужна для подмешивания в основной грунт? Вот это да. Этим мы эмульчируем. Вот мы посадили огурчики и сверху замульчировали. То есть нижний слой у нас получается огурь питательный с добавлением мелкой фракции, а верхний – мульча. Потому что у нас с вами батареи, жарко, обязательно нужно увлажнители воздуха. Растения не могут жить в сухом воздухе. Да и люди тоже. И люди тоже. И для того, чтобы эта влага не испарялась очень быстро, вот мы используем вот эту составляющую. То есть если мы вот сейчас снимем вот отсюда, да, немножко, то мы увидим, вот видите, у нас фракции, и перлиты, и гидрогели, и так далее. И почва, вот потрогайте, она влажная. Мы его не поливали ни вчера, ни позавчера. То есть достаточно вот положить вот так, все достаточно. Верхний слой подсохнет, вот здесь вы видите, да, то есть подсохшие. А нижние слои, соответственно, будут питаться, корни не могут жить в замоченной земле. Хорошо, одну из составляющих мы сегодня уже осветили. Это кокосовый наполнитель. Про вермикулит мы немножко сказали. Это тоже природное вещество, которое добавляется для улучшения качества почвы. Но я увидел, что у вас в горшочке находится и вот это. Это перлит. Это тоже природное вещество. Это песок взорванный. То есть здесь магний, кремний. Вот, основные тоже вещества, отвечающие за плодоношение, потому что и за вкус того фрукта, который, или овоща, который мы будем выращивать. Потому что очень многие микроэлементы отвечают не только за цветение и рост, но и за хранение и вкусовые качества. И за лёжкость продукта. И за лёжкость продукта в том числе. Вот, поэтому вот у нас мы рекомендуем обязательно делать обработки всевозможные реакомом. То есть добавка микроэлементов. Вот мы говорили о том, что дачники приходят, да, что потом перестаёт получаться. Мало того, что земля стала не плодородной, то есть она стала несъедобной. То есть микроэлементы какие-то лежат в почве, но они лежат в состоянии неусвояемом для растений. И эту работу делают именно микроорганизмы. То есть мало того, что мы должны создать для корней ту фракцию, где бы они дышали, кормились и так далее. Но если вот всё, что мы говорим, мы положили, мы посадили растения. Народная мудрость говорит, глаз видит, а зуб не имёт. Растение будет стоять и ждать, когда же его накормят. Вы знаете, очень хочется обратить внимание телезрителей на удивительные грядки, которые находятся за нами. Тут за стеклом видно всё, что происходит в почве. Где живут корни, на какую глубину они проникают, где они получают питание, откуда они получают воду, где находится дренаж и так далее. Вот что можно увидеть на примере вот этой грядки в разрезе? Движение насекомых, червячки заложенные, как они движутся в этой компостной куче. Даже вредителей, которые зимовали в этой куче. То есть майский жук и так далее. Поэтому, когда мы говорим посетителям нашего центра, что не забывайте обрабатывать компостную кучу препаратами от вредителей. Именно это и подтвердило мои слова, что они там зимуют. Червячки, они делают именно тот чернозём, который нам необходим. Даже если проросли какие-то семена, ничего страшного. Микроорганизмы их тоже доедят. То есть это не страшно, потому что растения всё переработаны. И всё это сделано из тех пищевых отходов, травы. То есть мы тратим на то, чтобы создать компостную кучу на нашем участке, но 2-3 дня в году. А давайте перечислим то, что можно заложить в компостную яму, в компостную кучу. Из пищевых отходов домашних? Из пищевых легче сказать, что нельзя. Ну-ка, давайте так тогда. Ну, кости рыбные, мясные. Нельзя. Нельзя. Не рекомендуется класть сыры и молочную, ну, недоетую кашу, предположим, молочную. Хотя многие кладут, ничего страшного. Дело в том, что молочнокислые бактерии присутствуют в наших препаратах, ускоряющих компостирование. То есть я не кладу костей, очень аккуратно кладу цитрусовые шкурки. И в связи с чем? То есть цитрусовые шкурки нельзя в сыром виде, только в скомпостированном. А яичная скорлупа? Нет. Скорлупа отдает кальций только в костре. То есть при обжиге кальций выходит в залу. Только таким образом. То есть, в принципе, если мы сжигаем листву, которая заражена какими-то вредителями, мы можем туда... Мы ее не сжигаем. А, для вас это самое ценное, что может быть? Да, это органика, которую едят червячки. Понимаете? Если даже заражение какое-то есть, ну, инфекции... А самое главное, почему еще не сжигаем? Что бактериальные споры в огне зачастую не горят. А когда мы сжигаем зараженные ветки, листья и так далее, с залой мы разносим эту инфекцию по своему участку. Поэтому мы все это кладем в компостное место, компостируем... Сколько ждем? Мы три недели. Не бывает так. Бывает. Компост должен созревать, как минимум, на даче. Вот с помощью наших микробиологических препаратов сияния как раз это и происходит за три недели. Что происходит вот с этим органическим веществом, которое мы закладываем в компост? Происходит ферментация. Не пугайте, что пользуется? Ну, ферментирование, то есть переработка, да, то есть начинает идти разогрев почвы и так далее. Червячки, которые потом селятся в наших компостных кучах и доедают это наше все, то, что мы положим туда, и как раз и делают червнозем, они народ беззубый. Поэтому микроорганизмы должны им разжевать всю эту продукцию, соответственно, разложить на составляющие более или менее. Вот червяки, они сами приходят в эту компостную кучу или нужно их специально заселять? Вы знаете, они, конечно, могут прийти и сами. В первые годы, когда мы начали работать по агротехнике природного землезелия, мы не занимались червячным производством, ну, как бы недросли, можно так сказать. Не до червяков вам было? Да, 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 не до комаров. Вот. Местные червяки прибегали с удовольствием, и особенно весной, открывая верхнюю крышку, мы видели кучу червей, которые, поднимая головки, говорили, кушать дашь? То есть такие комочки червячочков, жирненьких и так далее. Ну, соответственно, уезжая на зиму, домой, ну, вы же не будете из компостной кучи этих червяков собирать, выбирать и так далее. А зимовать они уходят на 2 метра в глубину, а весной, соответственно, поднимаются и начинают доедать вашу, эту вкусную кашу. Ну, мы занялись, значит, надо же дома из домашних отходов, потому что уже ученые подсчитали, что семья там из 2-3 человек за зиму около 500 килограмм выкидывает органики. Когда мы можем за зиму сделать чернозем, ну, не совсем такой, как червяки, да, то есть скомпостировать его и, соответственно, использовать для рассады, для домашнего цветоводства. Но для домашнего цветоводства это не совсем та фракция, которой хотелось, и даже для рассады. Поэтому уже задумались о червяках. Обратились в фирму Green Peak, приобрели червяков, и вот тут, о чудо, вот то, что мы компостировали, у нас есть специальные ведра для компостирования, мы вам потом их покажем, вот, это еда, которую мы готовим для червяков. А на выходе мы имеем вот тот чернозем, вот биогумус. А можно посмотреть, что он на себя вот фракционно представляет? Ну-ка, вот. Вот он какой, видите? Ага. Вот он, он вот липенький такой, да, вот структурированный. Но в чистом биогумусе растениям тоже плохо, потому что когда, извините, у вас обжорство, у вас тоже живот раздувает. Нельзя перекормить растения. Нельзя. То есть всегда мы должны соблюдать некую такую золотую середину. Да. Смешивая вот этот почвенный грунт для рассады, либо на дачной грядке, чем вы, так скажем, на что вы ориентируетесь? Вот вы всегда берете руками грунт, покажите, как вот вы определяете, что это вот та смесь, которая необходима. Вот он должен быть влажным, влагоемким, но не сырым. Я не люблю работать в болоте. Анна Аскольдовна, не каждый дачник, даже влюбленный в свою землю, будет заготавливать пищевые отходы, закладывать их на компостирование, получать плодородный грунт. Есть ли какие-то облегченные варианты, особенно для городских жителей, взять что-то и использовать непосредственно для растений? Да, конечно. Это кокос. В первую очередь? В первую очередь. То есть вот такой брикет. Во-первых, есть таблетки. Они кладются в воду, они разбухают. Можно положить сразу в такой кокосовый горшочек, налить воды. Он чем лучше, чем торфяные, тем, что он дышащий. Вы вот если на свет посмотрите, то он, видите, весь такой в ситочку. Перфорированный. Перфорированный. То есть это природное вещество, это копрококоса. А кокос растет очень долго и очень много питательных веществ закладывает, для того, чтобы его плод, плавая по океану, где-то, наконец, упал. Нашелся пристанище. Да, и пристанище. Поэтому это очень удобно. Этот горшочек, конечно, он одноразовый, но и он очень удобен. То есть с ним... Он сам по себе удобрение. Он сам по себе удобрение. Прямо с ним можно будет посадить в грунт. То есть вот вы видите, мы посадили рассадку в такой горшочек, насыпав грунта. То есть можно положить таблетку, налить воды, она разбухнет, заполнит емкость, и туда уже мы высаживаем растения. То есть вот у нас с гидрогелия, с корешками, укорененные, мы сюда сажаем. То есть сам по себе вот этот торфяной грунт может ли быть основы... Это не торфяной грунт. А что это? Это кокосовый грунт. Вот здесь кокос прессованный, вот такой же, как в брикете. Наливая сюда, мы наливаем сюда просто воды. Вот на полметра уходит 8 литров воды. То есть практически ведро. Да. И грунт готов к посадке. Что здесь находится внутри, кроме, естественно, копры? Здесь смесь крупного кокоса и мелкого кокоса. И неужели просто на кокосовой вот этой крошке могут расти растения? Да. Ну, естественно, мы когда с вами делаем в таблеточку или в грунт, вот маленький горшочек или в большой горшочек, мы насыпаем все-таки плодородные наши земли, потому что растения привыкли жить в такой земле. И как бы экзотику они должны поглощать постепенно. Но это удобно чем? Что не протечет на подоконник. Обратная сторона этого брикета, она не перфорированная. Это просто пакет. Пакет, да. Здесь сделаны вот такие очень удобные отверстия. Мы через них, соответственно, наливаем воду. Вот тут мы сейчас в грядках с вами покажем, как мы это делали. И, соответственно, буквально не проходит и получаса, он вырастает и готов к посадке. Понял. Очень хорошо это использовать для рассады, для комнатного цветоводства. Но не цветоводство, а именно овощеводство в квартире. Понимаете? Наши дачники так любят свою землю, и уезжая на 4 месяца зимой, им хочется продления дачи. А есть люди, у которых нет дачи, но они тоже хотят выращивать и огурцы, и помидоры. И у них есть ли это возможность? Вот как в домашних условиях? Какие вещи вы порекомендовали бы для таких домашних грядок? Вот сейчас есть новые грядки Путархаса. Мы с ними познакомились только в этом году. Вы знаете, мы в них просто влюбились. В чем их особенность? В том, что они мягкие, в том, что они легкие, в том, что они нетравматичны для детей и взрослых, в их мобильности. Грядка не имеет дна, поэтому вот то, что здесь не проливайка, это очень хорошо. Ну, естественно, для эстетики домашней можно использовать какой-нибудь поддончик. Я понял. Ну, а все-таки функционально вот эти грядки чем отличаются? Для чего они нужны? Они же не только ограничивают какое-то пространство, куда мы закладываем питательный грунт. Они в основном именно для того, чтобы ограничить пространство, чтобы грядка не рассыпалась, имела эстетический вид, она не гниет. А, вот это вот уже важно. Она многолетняя, она не гниет, ну, я не знаю, лет 10-то уж точно простоит. Она пропускает воду туда и обратно. Проходит световой поток, то есть нагревание грядки происходит быстрее, ну, на земле, на квартирных условиях, наоборот, будет воздухообмен правильный, то есть не будет перегреваться земля от батареи, так как в основном комнатное овощеводство, это батарея или специальный ящик сделан. Большое вам спасибо. Для первого раза вполне достаточно, но наш разговор мы обязательно продолжим в наших следующих программах. Большое вам спасибо и до свидания. А на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся всего лишь на одну неделю для того, чтобы в следующий раз узнать очередные загородные премудрости. С вами был Сергей Новиков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok